Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Камиль Гемоздинов. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Ученые КФУ изучили механизмы окисления нефти. В КФУ пройдет конкурс пиар-проектов «Хрустальный апельсин». Новая разработка университета – реагент из природных компонентов. В Госдуму внесен законопроект, предполагающий повышение студенческих стипендий до прожиточного минимума. Авторами инициативы стали депутаты от фракции «Справедливая Россия». По их мнению, минимальная стипендия не должна быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Прожиточный минимум на душу населения по всей стране тем временем был установлен в размере 10 609 рублей. А теперь к другим новостям. Ученые КФУ изучили механизмы окисления различных видов нефти. Данное исследование позволило получить всю необходимую информацию для дальнейших разработок нефтяных месторождений. Подробности смотрите далее. Ученые приоритетного направления эко-нефть, чья деятельность уже несколько лет посвящена добыче тяжелых углеводородов, изучили механизмы окисления различных видов нефти и предложили свою уникальную методику. В нынешнее время запасы легкодоступной нефти стремительно иссякают. Следователи со всего мира пытаются разобраться в этой проблеме и, соответственно, приводят некоторые альтернативные технологии добычи, но уже трудноизвлекаемых запасов. В частности, тяжелые битумные нефти, нетрадиционных нефтяных источников и ряда других источников углеводородов. Податливых месторождений становится все меньше, а спрос на жидкие углеводороды по-прежнему растет. Существует множество различных способов добычи, однако отнюдь не каждый из них применим к нетрадиционным нефтям и битумам. Разработка месторождений осложняется не только суровыми климатическими условиями, но также неравномерностью пород, глубиной бурения, малым объемом нефтяных отложений и другими факторами. Чтобы извлекать черное золото эффективнее и с наименьшим воздействием на окружающую среду, можно использовать термические методы обработки. Деятельность нашей лаборатории направлена на изучение термических процессов, в частности процессов окисления нефти и углеводородов, а также изучение некоторых специализированных и их синтез веществ, которые способны усилить процесс горения, сделать его более плавным, интенсифицировать его, а также уменьшить затраты на применение технологии внутрипластого горения, на месторождении, то есть для добычи трудноизвлекаемых запасов. Как отмечают исследователи, на легкую нефть рассчитывать уже не приходится, а вот с тяжелой придется изрядно повозиться. В ней содержатся тяжелые металлы, находящиеся в виде солей, которые необходимо перевести в инактивную форму, избегая их пагубного влияния на окружающую среду. Разработанный метод научной группой приоритетного направления эко-нефть призван решить и данную задачу. Вопрос по термическому воздействию на пласт, он очень сильно актуален. То есть, если мы рассматриваем в сравнении с традиционными технологиями, когда у нас тяжелая битумная нефть выдавливается исключительно жидкостью, либо специализированными компаундами, термические методы воздействия имеют ряд преимуществ. Они переводят соли тяжелых металлов в инактивную форму, форму оксидов, которая остается под землей, и таким образом сохраняется стабильная экологическая обстановка и уменьшается воздействие на окружающую среду при разработке. Поведение легкой средней тяжелой нефти очень сильно отличается. Например, легкая больше испаряется. Нефть средней тяжести отличается несколько иным поведением. А вот для тяжелой вероятность испарения минимальна. Процессов окисления, естественно, он несколько иной, потому что для легкой нефти характерен преимущественный процесс испарения. Для тяжелой же нефти процесс испарения затруднен, потому что там тяжелые компоненты находятся. И, соответственно, как такового процесса испарения практически не наблюдается. То есть вещество начинает уже практически окисляться в интервалах температур от 200 до 300 градусов. То есть там наблюдаются уже очень комплексные процессы окисления, скажем так. По итогам проведенной работы исследователи могут точностью ответить, есть ли вообще смысл применения технологии внутрипластового горения на конкретном месторождении. А также работа ученых позволит разрабатывать не только имеющие месторождения, но и так называемые законсервированные, те, что отработали свой срок. Эльвира Зорина, Ленардо Влетьяров, Универньюс. Впервые в Казанском федеральном университете состоится региональный этап конкурса пиар-проектов «Хрустальный апельсин». Организатором выступит Высшая школа журналистики и медиакоммуникации КФУ. Подробности в сюжете. Конкурс был задуман целью. С целью активизации проектной деятельности студентов, с целью организации площадки для самопрезентации будущих профессионалов сферы пиар. Оценивать работу будут приглашенные члены жюри. Это эксперты в области рекламы и связи с общественностью, руководители пиар-служеб, преподаватели, а также государственные и общественные деятели. Работы победителей будут представлены на Всероссийском конкурсе студенческих работ в области связи с общественностью и медийных технологий «Хрустальный апельсин». Подробную информацию о конкурсе можно узнать на официальном сайте Казанского федерального университета. Диана Жилинкова, Фарид Захид Углы, Универньюз. Еще одна интересная разработка ученых Казанского федерального университета – новый тип реагента из природных компонентов для борьбы с гидратообразованием. Подробности о нем смотрите в следующем сюжете. В настоящее время активно увлекаются в разработку запасы нефти и газа в арктическом регионе. Это происходит потому, что в Арктике сосредоточено 90% извлекаемых ресурсов углеводородов всего континентального шельфа России. «Поскольку в арктической зоне мы имеем очень суровые условия, это низкие температуры, а если это разрабатывается на шельфе, то там высокие давления, то возникают сложности, которые очень сильно влияют на эффективность этих процессов. И одна из этих сложностей – это гидратообразование. И вот нам удалось разработать новый реагент, который показал достаточно хорошие свойства и позволяет избегать осложнений, связанных с гидратообразованием». Основным средством по борьбе с гидратообразованием являются термодинамические ингибиторы. Однако их нужно очень много. Более того, они содержат неблагоприятные для окружающей среды вещества. «Есть несколько типов реагентов, которые борются с гидратообразованиями. Сейчас активно применяются термодинамические ингибиторы, но их нужно очень много, и в большинстве случаев они основаны на использовании достаточно таких не очень благоприятных для окружающей среды веществах. Мы разработали реагент, который лишен этих проблем, то есть его нужно использовать намного меньше. И это позволяет снизить дозировки и, соответственно, снизить нагрузку на окружающую среду. Абсолютно новый тип реагента был создан учеными КФУ из природных компонентов. Его отличает и то, что он является менее токсичным, чем ряд многочисленных его предшественников. Близкие по структуре реагента до этого никто не получал. То есть мы развиваем свою концепцию получения новых реагентов и стараемся как раз решать два вопроса. Поскольку речь идет о морских месторождениях, кроме эффективности, которые обязательно нужно добиться высокого уровня, нужно еще решать вопросы экологии и стараться, чтобы эти реагенты были биоразлагаемыми. На данном этапе исследования ведутся в лабораториях. В ближайшее время ученые приоритетного направления КНЕФС планируют получить патент на разработку и в дальнейшем внедрить ее в индустрию. Камиль Гемоздинов, Мурат Хафизов, Универньюз. Это акция, в этом году затронувший Елабужский район впервые. В отряд вошли 12 активных неравнодушных ребят, за неделю оказавшие помощь жителям шести сельских поселений. Мы помогаем бабушкам, дедушкам и также ходим в школы и проводим мастер-классы. Нам это очень нравится и как-то становится светлее на душе после этого. В рамках акции ребята помогли пенсионерам и ветеранам войны в расчистке снега и уборке домов. А снега тут что самое основное, дай ему бог здоровья. Молодец парень, хоть благодарность будет написать. Спасибо, тот и что надоумил, что старуху не бросили. Активисты планируют расширить отряд и продолжить добровольческую деятельность. Диана Желенкова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универньюз. На сегодня у меня все. Не забывайте про лайки и комментарии в наших социальных сетях. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok